Страна, Украина, или тебя повесить, или пристрелить Виктория Венг Страна.УА, Украина 29 октября 2019 года В пропрезидентской фракции заявили, что по поводу народного депутата от фракции Европейская Солидарность Софии Фединой, опубликовавшей видео, где она вместе с блогером и волонтером Марусей Зверобой, обсуждает варианты смерти президента, обратятся к правоохранителям, а к Зверобой претензий нет, поскольку она блогер. Однако в сети недоумевают, как можно игнорировать столь открытые угрозы президенту, которые, судя по всему, останутся безнаказанными, а значит могут привести к более серьезным атакам на главу государства, включая силовые. В то же время есть и другая точка зрения, что две дамы специально провоцируют действия против них, чтоб создать повод для нового раскачивания ситуации. Прелюдиев золотом катализатором угроз стала субботняя поездка ЗЕ в город Золотой Луганской области. Там никак не произойдет разведение войск, которое срывает националисты партии Андрея Белецкого. В начале октября они оккупировали город и заявили, что займут позиции в СУ, если армия отойдет назад. Эта ситуация срывает не только разведение, но и всю международную игру Зеленского, который пытается выйти навстречу в нормандском формате и о чем-то договориться по Донбассу. Мешают этому националисты, с которыми Зеленский вступил в перепалку при посещении Золотого. Общение вышло на повышенных тонах, азовцы пытались ставить президенту условия, а он обращался к ним над и давал понять, что всю Украину они не представляют. По речи президента было заметно, что он не чувствует за собой силы в конфликте с радикалами, которые третью неделю срывают разведение войск. А те в свою очередь вели себя с президентом вообще без уважения. В итоге Зе сказал добровольцам сложить оружие и намекнул, что если этого не произойдет, то могут быть последствия. А в понедельник на базу нацкорпуса прибыла вооруженная автоматами полиция. То есть ситуация после субботней поездки Зе между ним и националистами накалилась. И масла в огонь подлила видео нардепа Евросолидарности Софии Федина. После перепалки президента в золотом нардеп София Федина намекнула, что президент не бессмертен. А позже на ее канале в YouTube появился скандальный ролик. Он озаглавлен как София Федина Тамару со звердой. Львивский мегастрим. Быхтось думая, что бессмертней. В нем Федина и Зверобой не стесняются в выражениях. Я хочу сказать, во-первых, Вова, ты не имеешь права тыкать. А если ты тыкаешь, то тебе будет тыкать вся страна, готовься к этому. Я призываю вообще навык этой гниде про московской не обращаться. Он не способен понять, что означает верховный главнокомандующий, который не едет по селам и не спрашивает мнений людей, обработанных российской пропагандой, заявила Зверобой. Поясни, что вообще происходит в стране. Сделай так, чтобы там каналы украинские нормально работали. Чтобы человек мог сделать осознанный выбор, а не навязанный российской пропагандой. А потом ты будешь у них спрашивать, что они думают о разведении войск. Но, к сожалению, ты не сможешь этого сделать. А знаешь, почему? Потому что ты, далее нецензурно, слово, означающее мужчину нетрадиционной ориентации, примечания редакторов, сам не знаешь, потому что у тебя мозги обработаны российской пропагандой. Потому что ты совком был, совком остался. Ты президентом стал, потому что тебя, далее нецензурно, фабрики и ботафермы сделали, заявила подруга Федины. По сути она заявила, что с населением Донбасса разговаривать вообще не нужно, да и вообще голосовала за зеленского ботаферма. А далее она перешла к нецензурному перечислению способов смерти президента. Разница между тобой и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты, нецензурно, сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется. Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, нецензурно, в сортире, сказала Маруся, указав автора этой фразы, Владимира Путина. Федина добавила, что ненароком может взорваться граната или президента могут убить во время обстрела противника, когда кто-то в голубой рубашечке пойдет на передовую. Позже Федина прокомментировала свой разговор, записав еще один видеоролик, в котором заявила, что хочет, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил, что такое прилеты. Главными мисседжами нашего видео было то, что мы не хотим, чтобы президент и его команда руководствовались московским интересом, заявила Нардеп. Как отреагировали в «Слуги народа» заявления Федина и «Зверобой» многими были расценены как призывы к физической расправе с президентом. А в понедельник вопрос прокомментировали и во фракции «Слуга народа», заявив, что намерены обратиться в правоохранительные органы. Правда, только в отношении Нардепа от партии Порошенко. Мы действительно возмущены и будем просить правоохранительные органы разобраться, и просим прокомментировать фракцию «Европейская солидарность» эту ситуацию, сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко. Что касается второй участницы видеобеседы, то, по словам Корниенко, претензий к Марусе «Зверобой», которую он назвал блогером, нет. К блогеру вопросов нет. У нас свободная страна, свободы слова абсолютно. Это политическая позиция этой блогерши, госпожи «Зверобой», сказал представитель пропрезидентской фракции. Менее издержанная реакция была у отдельных Нардепов этой полицилы. Ранее в своем телеграм-канале Нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский предложил открыть уголовное дело, снять с Фединой неприкосновенность через зал и отправить в суд. «Я правильно понял, девушку угрожает президенту страны, государственному деятелю и верховному главнокомандующему», уточнил однопартиец Дубинского Макс Бужанский. Кто такие София Федина и Маруся «Зверобой» София Федина? 35-летняя Федина, Нардеп, пятый номер списка партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», певица из Львова и «Волонтер», до выборов не особо известной широкой аудитории. Окончила факультет международных отношений Львовского университета имени Франка. После окончания учебы пошла в аспирантуру и осталась преподавать в университете, как говорят, не без поддержки тогдашнего ректора ВУЗа и экс-министра образования Ивана Вакарчука, отца лидера «Голоса» Святослава Вакарчука. По словам источников ВУЗе, благодаря университетским связям она познакомилась с окружением Порошенко. В Варшавском университете защитила дипломную работу на тему «Историческая память как государственная политика». На примере проблемы примирения ветеранов ОУНУПа, запрещен шесть и в России организации, примечания редакторов, и советских ветеранов. Вела политическую программу на львовском телевидении. В последние годы постоянно топила в фейсбук за Порошенко, который в декабре 2018 года наградил ее орденом княгини Ольги. Была советником при Порошенковском губернаторе Олеге Синютке и ездила в Олон Теретьвата. Участвовала в концертах и фестивалях на Украине и за рубежом. Выпустила два альбома карпатских и повстанческих песен. Во время предвыборной кампании устроила скандал в эфире Плюсов, называя оппонентов нечистью и посоветовав имбументации из Украины. После этого ее назвали молодой Ириной Фарион. Маруся Зверобой. Ей 41-й год. В миру она оказалась Оленой Степановной-Самбул. По образованию журналист и редактор. С 2000 года она работала дизайнером компьютерной графики и преподавателем курсов для начинающих дизайнеров. С Оленой Степановной незнакомый материал схватывается с легкостью и хорошим настроением. После каждого занятия вы будете иметь знания достаточные, чтобы их достойно продать и хорошо зарабатывать своим умом и фантазией, сообщают будущим ученикам на одном из сайтов компьютерной графики. Также Самбул член украинского и, что интересно, Всероссийского геральдического сообщества. В Василькове Киевской области на нее зарегистрировано чрезвычайное происшествие, которое предлагает создание гербов и флагов. Среди его достижений – эмблема Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, нагрудные знаки «Шахтерская слава», гербы и флаги для населенных пунктов Иванковича, Глеваха, Клиновка, Тростенко. Еще одна ипостась Самбул – командир 11-го резервного батальона Дуг правого сектора, запрещенная в России организация, примечания редакторов, в Киеве и Киевской области. В Васильковском районе и Киевской области она помогает проводить военную подготовку скаутов на Марусином полигоне. С 2015 года сотрудничает с ФСУ и занимается бойцов для высокомобильных десантных войск на должности командира инструкторской группы ВДВ. Мы пережили Майдан и увидели, что люди, вообще далекие от оружия, в случае агрессии могут встать на защиту. Это означает, что их всех надо учить, и парней и девушек, любого возраста. Я поняла, что я должна помочь найти для них специалистов, которые с нуля научат их азам военного дела. Мы нашли территорию, которая нам подходила для полигона, нашли специалистов-волонтеров. Иногда приходилось собирать деньги и нанимать специалистов, которые могли дать ребятам особую и необходимую информацию, рассказывала Самбул СМИ. Сообщалось, что прозвище Маруся она получила на Майдане в честь соратницы Нестора Махна, атаманша-анархистки Марии Никифоровой, а вторую его часть зверобой получила от добровольцев. В интервью Янине Соколовой в этом году года Маруся заявила, что жителей Донбасса за 2-3 года можно превратить в отбитых бандеровцев, если работать с ними. С теми технологиями, которые сейчас уже испытаны на нас, из Донбасса отбитых бандеровцев можно сделать за 2-3 года, уверял Исамбул Зверобой. О Маруси Зверобой, которой оказалась Аленой Самбул, написал экс-нардеп Игорь Масичук. По его словам, он знал ее не один год, как типичную представительницу так называемых васильковских аристократов. Сегодня умерла Маруся Зверобой, а вместо этого опять родилась Елена Самбул, которую я знал давно и не один год как типичную представительницу так называемых васильковских аристократов, которые еще вчера свиньям хвосты крутили, в случае Маруси Елена визитки печатала и администрировала сайт поселка Калиновка Васильковского-Р на Киевской области, а сейчас позиционирует себя как бомонт и почти национальную элиту, написал Масичук. Что касается Федины, то ее экс-депутат назвал Голицкой хабалкой, которая была заведена Петром Порошенко в украинский парламент. Федина как Федина. Голицкая хабалка одним словом, которая была заведена Петром в украинский парламент. Что означают высказывания Федины и зверобой провокационные заявления об убийстве Зеленского могут иметь целью вызвать жесткую реакцию власти. Чтобы потом обвинить ее в репрессиях и легче мобилизовать сторонников на гипотетический антиземайдан. Наблюдается и куда более серьезный процесс, приучения общества к мысли о возможности расправы над Зеленским. Обсуждения в прямом эфире, как лучше убить президента, напоминают кампанию против Януковича, чей портрет с пулевым отверстием во лбу в одно время заполонил улицы Киева и других городов. Власти пытались преследовать графитчиков, возбуждали уголовные дела и даже отправляли их под суд, но рисунков от этого становилось все больше, так как тема стала широко обсуждаться в обществе. В целом, эти граффити стали одним из факторов расчеловечивания Януковича. Сейчас похожий процесс, судя по всему, пытаются запустить ее в отношении Зеленского. YouTube заявление офединой зверобой выглядит именно этой технологией. Впрочем, начали процесс не они. Дмитрий Ерош, будучи еще нардепом, пригрозил Зеленскому казнью через повешение, если он придаст интересы Украины. Реакции на это со стороны нового президента никакой не последовало. Да и заявление против Федины было сделано явно после того, как поднялась волна возмущения, даже среди тех, кто не является сторонниками президента. Можно вполне определенно предсказать, что юридически с Фединой ничего не случится. Власть не заинтересована в том, чтобы был суд, который сторонники Порошенко превратят в шоу. Тем более, что националисты уже рисуют зверобой образ с преследуемой и гонимой, хотя, как видим, никто ее не преследует. Выскажите поддержку Маруси. Она, ветеран российско-украинской войны, сейчас воюет на информационном фронте. Это крайне важно. Сейчас она наша Жанна Дарк, отметил в фейсбук лидер братства, запрещенная в России организация, примечания редакторов, националист Дмитрий Корчинский. В любом случае власти сейчас оказались несерьезной политической растяжки. Если завести дело, то Федина и Зверобой примут образ жертвы, начнутся акции в их поддержку, которые парализуют попытки силовиков и судов привлечь их к ответственности. Зато тема убить Зеленского пойдет гулять в радикальные массы. Сделать вид, что ничего не произошло, тоже риск, так как создастся впечатление бессилия, импотенции и вседозволенности. Выход здесь может быть только один – начать давать реальные сроки за призывы к насилию от кого бы они ни исходили и в адрес кого бы они ни звучали. И это тогда бы действительно могло бы сильно оздоровить ситуацию в обществе. Пока же представители «Слуги народа» извиняются перед эйдером Муждабаевым, который призывал расстреливать сторонников Зеленского, а также молчат Айроши. И, в этой логике, скорее всего, не обратят внимания на явно экстремистские призывы зверобой. Возможно, в данной ситуации это еще как-то можно объяснить тактическими соображениями. Властям нужно провести разведение войск, запустить мирный процесс в Донбассе. И конкретно сейчас дело против федины или зверобой могло бы сыграть роль детонатора для новых акций как в Киеве, так и на линии разграничения, только ухудшив ситуацию. А каждое следственное действие обе фигурантки превращали бы в пиар-площадку. Но стратегически решать проблему с экстремистскими заявлениями и призывами к насилию нужно. И давать за них тюремные сроки тоже необходимо. Однако для этого требуется, как минимум, чтобы заработали нормальные силовые структуры и судебная система. Чтобы они, вместе с властью, перестали прогибаться под малейшие угрозы радикалов. Реакция соцсетей целью видео этих двух женщин. Икснар Деп Масичук назвал провокацию, чтобы потом выйти на всю страну о репрессиях против известных женщин-волонтерок. Некий дешевый водивиль от Алексеича, Петра Порошенко, примечание редакторов, который, не имея никакого отношения к ветеранам в золотом, решил хайпануть. Написал Масичук в своем телеграм-канале. Телеведущая Наталья Влащенко назвала разговор Федина и Самбул низостью. Посмотрела видео депутата Софии Федина и ее подружки с угрозами президенту и главнокомандующему. Знаете, по равнению с этой низостью разговор на «ты» – вообще ничто. Именно эта Федина как-то сообщила мне по телефону, что я обидела майдановцев, и поэтому она не придет ко мне на интервью. Указала на пост, в котором я деликатно подшучивала над Олежкой и говорила о журналистах, которые работают не на сшивание страны, а на разжигание. О майдановцах там было ни слова. На что я опять же деликатно и указала женщине и депутату. Ну, все одно восклицательный знак загадочно заупрямилась патриотка Украины и я поняла, что Володя Горковенко, бывший советник Порошенко, курировал СМИ, примечания редакторов, передает мне привет. Если он скажет, что он ни при чем, я покажу скрины, написала Наталья Влащенко. Блогер Евгений Хурсин удивляется, что к Марусе Зверобоя у власти вопросов нет. Нет, действительно, вопросов нет. Просто оскорбляла, угрожала убийством президента и стране переворотом. Молодцы, что пробили дно. Продолжайте, написал он. А вот бывший нардеп и вице-мир Киева Виталий Журавский считает, как и Масичук, что федины и зверобои пытаются спровоцировать действия против них со стороны правоохранителей. Конец с президента Зеленского близок и ужасен. Так посчитали в погоне за дешевой славой две львовские активистки Федына и Зверобои. Все божают, щепьте сдох, або тебе повесите краще, або застрелите. Дома отчетливо понимают, что перешли красную линию и могут схлопотать не один год тюрьмы. Их поступок, чистейшей воды провокация. Владимир Александрович, не ведитесь на это. Не дайте им возможности орать на весь мир о мифических политических преследованиях. Бог им судья. Идите дорогой мира, и вам воздастся, написал Виталий Журавский. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Материалы на СМИ.